и снова друзья всех приветствую на канале дача мечты как и обещал наш 10 юбилейный визит на нашу дочурку получился ну так скажем не только юбилейным но и рекордным для меня сейчас объясню почему я обещал что будет первая серия 4 мая уже заснял запустил смотрите перед этим видео а также обещал что так как не хочу монтировать и хочу цельными фильмами сделать две серии юбилейного 10 так как мы собираемся на ночь и 5 числа я обещал вторую серию но получилось не совсем так а даже ну можно сказать лучше и плодотворнее и активнее и полезнее чем я ожидал получилось что мы над ночевали аж две ночи и мы тут работали три дня получается ну почти третий день получился у нас не совсем полным поэтому докладывая за три дня всю картошку посадили они два вот смотрите 1 2 и 3 все три картофельных грядки больших вот таких вот это вот у нас где-то сотки две две с половиной это практически три сотки и вот так полторы соточки где-то то есть где-то в сумме суток 6 7 плюс минус там ну мы специально не меряли ну в районе того шесть с половиной может быть вот это все засажено буквально 15 минут назад закончили мало того вдоль всех он если присмотреться видно такая пошла вдоль всей вот этой дорожки это у нас бурячок аж туда до придорожного забора по правую сторону а там внизу и вдоль забора влево и вправо там кукуруза просеянная сейчас спущусь вниз и пройдемся еще буквально над землей проведу видеокамерой вот это все тут по этой дорожке нет ничего и там вдали от соседского домика этого белосинего и там где шиферный забор у нас там бурячок фасоль здесь уже он помидоры видно я ниже спустюсь повторюсь тоже досниму пролили клубнику подлили тоже я думаю видно одним словом сделали все что только можно было спланировать и даже сверх плана вот тут вот сразу за этим деревцом яблонькой вот тут треугольничек у нас такой тут кабачки посеяли 9 лунок там по несколько семян а там вдали надо на дальние там грядочки на дальнем прямоугольнички там посеяли тыкву здесь у нас бурячок морковка горох там я уже предыдущих выпуска говорил осталось чистой пока вот это маленькая узенькая деляночка вот это вот так здесь будет перчик так и вот здесь прямо подо мной сразу за смородиновыми кустами будет капуста это что еще гуляет там все засеяно уже и морковка и лучок и чесночок здесь вы уже знаете здесь клубника и чесночок все теперь я спускаюсь вниз еще пробежимся внизу непосредственно на каждом участке на каждой грядочкой остановимся и вот такой у нас рекордный юбилейный 10 выезд и так вот я уже спустился вниз так друзья у нас тут в этом году буквально месяц назад даже не больше чем месяц посаженная новая роза мы решили ее тут устроить вот как я сказал клубничка это верхняя наша грядка клубничная пролили ее игрушка только-только высадили вот этой неделька вторая неделька тут грушка у нас забыл еще сказать тут вдоль забора у нас фасоль и тут до конца забора фасоль аж до угла вот туда до той нашей ноябрьской игрушки вот так тут кукурузы даже вот за забором там где мы люцерку просеяли люцерка уже повсходила клевер даже вмешался немного а в обрамлении по периметру вот так ну это и такой продольной как так сказать грядочки нашей потузаборной или как ее прям правильно назвать там он даже еще есть следы видно там мы кукурузку тоже просадили оставалось просто куда и девать вот вот так вот получается длинная прямоугольная и пошла туда вот это вдоль всего забора почти до последнего ореха он туда так тут я уже докладывал тут у нас горох под этой торгайской красавицей груша тоже в этом году посадили она пока что в стадии адаптации у нас ну ближе уже в разгаре лета после хороших теплых дождиков мы посмотрим напоминаю сегодня у нас 6 мая это юрия на юрия говорят уже все можно сажать но мы все кроме огурцов и кроме капусты уже ну если не засадили так начали например помидоры сегодня начали высаживать я сейчас покажу вам картошку закончили сегодня все высадили огурцы еще даже не пробовали огурцы мы уже ну не шестого но числа 10 11 начнем высаживать потому как праздники сейчас немного будем дома надо отойти немного от этих рабочих трех дней слегка будем отдыхать вот это здесь я сверху показывался 2 этажа вот так вот выглядит у нас тут будет бахча раз два три 4 5 6 6 таких углублений широких сантиметров 60 почти и взрыхлили там удобрили полили водой и семечек накидали тыквенных это все завернули и вот такие ну не глубокие кратеры такие обширные получились 6 штук здесь вот ну это я вам уже показывал не устану благодарить подписчиков которые советуют как бороться с разными видами вредителей здесь у нас были червячки на этой груши мне посоветовали нафталин или что-то такое сильнодействующее написано лаванда заменитель нафталина отпугивает всех насекомых и летающих и ползающих вот в том числе и червячков и тараканов и моля и тлей эту красавицу соседнего заброшенного участка я вам показывал гул пчел стоит невероятный даже в пасмурную погоду пчелы работают и она вся как невеста как принцесса прям белоснежная вся даже почти шо ствола не видно в этой гуще цветов вот тут я сказал тут у нас по краю от угла сюда шла фасоль справа вдоль всего забора а тут поворачиваем идем уже вдоль забора отсюда дороги уже нашей дачной тут по обе стороны фасоль аж до того дальнего угла даже дальше чем защиток он туда почти что до бель белосинего этого домика вот ну вот так вот выглядит отсюда снизу наш это первый участок такой здесь у нас картошки нет а картошка уже начинается вот отсюда тут у нас картошка первая большая грядка картофельная там у нас вторая самая большая средняя и ту которую мы сегодня все таки уже досадили внизу там возле бело-синего домика соседского вот вот такие у нас тут пироги и получается у нас немного еще гуляет земли вот тут полосочка как я и показывал вам сверху так и вот дальше вот это у нас всегда здесь была грядка под самая солнечная грядка под перец иногда даже натягиваем такой легкий тент чтобы закрывала от палящего солнца вот здесь перчик и поливать его здесь удобно абрикоски уже цвели у нас уже листики появляются а яблони только начинают тут от пару цветков осталось и уже зелененькие листики проглядывается даже на молодых самых одно-двухгодичных вот уже листочки пошли полным ходом тепло сегодня до 19 градусов и вчера было даже до 20 так ну вот это вблизи вот вот так у нас выглядит здесь кабачки кабачки так как треугольный такой как конверт треугольный участок раз два три 4 5 6 7 8 9 тут 9 лунок таких неглубоких кратеров то же самое как и тыква сформировали такой неглубокий кратер сантиметров 60 65 в диаметре насыпали удобрения нас данным данном случае у нас это простой наш навоз собственного производства и насыпали семян сверху посеяли и грабельками аккуратно заволочили все ну да естественно пролили водичкой там чтобы было влажная земля и закрыли сейчас влагу там он даже чуть-чуть еще проглядывается так и обещает два-три дня дождики как раз нам это и нужно мы будем надеяться на наших синоптиков и я уже сверху говорил вот тут только в одном месте вот так вдоль дорожки по краю картофельной грядки просажен не помню какой правда по моему пабло сорт буряка итак вот здесь я говорил оставлено под капусту тут два рядка капусты как раз войдет вот это что натопчено это уберется тут топтаться мы уже не будем и как раз вот такой получится вот до полтора даже метр восемьдесят шириной грядка вполне достаточно для капусты у нас капуста идет слабо все тут уже проходим сюда вот тут у нас вот посаженные сегодня посадили пока 27 помидорчиков в разных местах мы этапами садим потом для себя определяем все-таки лучше раньше садить либо вовремя либо позже как садите вы помидоры самые первые у вас в вашей широте либо стараетесь вовремя садить либо с опозданием не знаю у нас у нас сколько людей сколько хозяинов столько и мыслей поэтому определиться как же все-таки правильно заранее во время или позже вопрос остается открытым тут такие у нас дела там чесночок то грядка морковка лучок тут лучок чесночок и морковка тут чисто лучок а тут чисто чесночок все вот эти две грядки подготовлены вскопаны уже под помидоры это чисто две помидорных будут у нас вот здесь это верхняя помидорная это нижняя помидорная так тут за чесночком у нас идет еще одна третья уже клубнично-чесночная вот такие две полоски такая таком ряд чесночок клубника клубника чесночок чесночок клубника клубника чесночок и тут огурцы ждет грядка под огурцы огурцы тоже у нас будут в трех местах как и клубника тут вдоль забора фасоль так тут у нас в углу сирень два кустика один темно-сиреневый уже зацветает вот вот а этот светло-сиреневый по моему что-то они есть немножко вот совсем мало завязей очень мало 23 обчелся я вижу только 23 да все больше нет что-то что-то с ней не то хотя грибком этим мох грибок по обе эти говорят медным купоросом можно бороться с а это уже вот 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 наверно как раз дню победы на 9 мая будет свести вся сирень полным свет тут чуть-чуть малины немножко она тут сама появилась ну а в этом углу у нас то есть из давнишних видео помнит в том году я здесь слегка размножаю мяту вот она таким ковром стелется мята а тут вот чуть левее тут мелиса ну это тоже родочка мяты мелиса мята а там выше уже сейчас подойдем где я буду показывать вам голубику черноплодную рябину и калину там у нас мята бергамот есть тоже нам соседи подарили пару кустиков спасибо им мы теперь будем уже туда в разгаре лето пить тут мятные чаи мятно малиновые вот и тут пару кустиков мы посадили помидор так здесь я выкорчевал старый виноград будет самый высокорослый сорт помидора дебарао это вот то что я говорил собственного производства компост у нас уже почти что весь использовали а там под низом у нас бетон и она формирую будем теперь закладывать новый уже доберем там чуть-чуть осталось под помидоры у нас как раз под помидорные грядки о уже солнце припекает так и теперь я вам обещал показать и тут у нас я поставил массивный хорошую чтобы ее ветром не ложила черноплодная рябина вот она начинает уже завязи образовываться скоро зацветет посмотрим что это за фрукт это в том году осенью мы посадили вот такая черноплодная рябина я ее пока фиксирую а то ее ветер вот так ложит практически туда я решил ее пока поддержать потом посмотрим может вот этот нижнюю юную паруслю берем пока она цветет он уже не охота я трогать на осень сформируем дерево саму рябину ну и два тюльпанчика тут у нас так но отсюда мы уже будем уходить снизу сейчас повыше поднимемся я лишь напомню вам друзья что мы не просто для красоты или для урожайности садим вот так вот клубника чеснок клубника чеснок чеснок клубника а это еще и для того что запах и специальные свойства чеснока служат отпугивать некоторых возможно не всех ну конечно дай бог чтобы и всех вредителей и даже разные болезни от клубники это мы первый сезон так пробуем посмотрим насколько это эффективно и полезно так что пока что не могу сказать на сто процентов рекомендую ну смотрите наши следующие видео возможно и уже скоро и скажу что до действует и я рекомендую вот так так все мы здесь снизу уже все рассказали эти две помидорные томатные грядки на которые еще ждет рассада у нас рассады много смотрите предыдущее видео это у нас арония она же черноплодная рябина я уже рассказал тут выкорчеванный был виноград старый да он не то что старый он уже болел и сам себя что-то ему тут не то здесь будут ну кустиков может 67 может пять тоже высокорослых сортов скорее всего дебарао помидоры томаты и привязывать как раз мы будем на бывшие крепление вот такой каркас для винограда был но пока будут тут помидоры и возможно тут низкорослый сорт помидора тоже рядок а может даже два вот то что я говорил мелиса подарок от соседей наших красавица уже пошла в рост это мята 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 мелиса там у нас мята мне сказали то мята которая в углу под сиренью это мята ментол а это мелиса еще хочу еще конечно базилик есть мечта где-то тут присадить тоже так но это наша голубика так она уже тоже распускается но она наверное чуть попозже будет ее разгар это уже ближе к июню хотя сказали что этот сорт голубики у нас ее называют лохина лохейна да он уже такой июньский конец июня начало июля созревания ягод и в этом году он должен этот сорт родить вот мы сейчас я пролил его прочистим немного два дня вот так вот он дышал сейчас я назад шишками и хвоей его засыплю снизу там подушка все по науке конечно тоже с элементами хвои лесной земли и немного торфа ну и постоянно мы подливаем кислятинки всякой но не по не прям всякой а именно с прокисших одним словом рассол помидоров и рассол огурцов только именно соленых таким образом и под подкисшую сквашенных помидоров можно тоже создаем там кислую среду которую и любит голубика вот эта веточка что-то наверно подморозилась ее надо удалить сразу сейчас я ее удалю так где-то через полчасика перед отъездом это все заверну и пускай дальше там киснет создает кислую среду ну и уже можно считать что практически второй сезон начинается у нашей калины но не знаю или будет она родить она по моему попозже будет даже если зацветет пока признаков не не подает она никаких цветению ну мы сильно я не торопим потому какие всего два года так это я уже с этой стороны показываю вот это первая верхняя грядка будущая грядка томатов и нижняя так тут все рассказал показал еще я сказал что еще в одном даже в двух местах мы высадили остальные томаты наши вот здесь вдоль забора соседского уже отсюда так это северо-восточная сторона у нас тут тоже тепло солнечно есть есть к чему крепить их потом подвязывать так тут у нас в углу я уже рассказывал мята и тюльпановый уголок вот здесь будет вторая грядка огурцов тут пи впервые будем пробовать вот здесь треугольничек мы освободили по краю может только будут какие-то там че синенькие баклажанчики так у нас называют либо еще что-то а вот это все будет попробуем огурцы так это есть и тут третье вверху это она всегда у нас было огурцы откуда я и начинал снимать когда след со второго этажа вот здесь и он там под забором и где-то вот ну чуть дальше может за яблоньку или вот вот это две яблоньки этих 100 старушки наши но пока самые урожайные поэтому мы пока их не собираемся даже ликвидировать но пока дают яблоки и причем хорошо дают и красиво в том году кто смотрел старые наши видео в том году они тоже цвели как невесты вот это единственное что возле них теперь будет тут розочка а тут немного огурцы уже меньше чем в том году потому как тут роза надо и давать тоже пространство вот где-то вот так вот это отрезок будет прямоугольник огуречный там клубника третья верхняя грядка я уже говорил все это у нас входные ворота и калитка и соседская конечно не устану ее снимать и показывать соседская вишенька которая нас радует всегда все ветки которые идут к нам по общей договоренности мы тоже имеем право тут немножко их брать нам соседи разрешают даже настоятельно советует их оббирать и пробовать и тут с краю от нашей стороны с улицы мы немного тоже собираем там наверно с минимум ведро каждый сезон а то и полтора ведра получается в сумме всех вишенек то-то такая она рясная обильная родит всем туда же у тут получается это одно тут со стволе я тут их несколько стволов и там старая слива ой я уже заговорюсь прошу простить меня вишня и возле нее ужин молоденький конечно надо было чистить но это уже не наша территория как уже растет так пускай растет спасибо и так и вот здесь я сказал и в третьем месте томаты мы посадили 7 штучек и того сегодня 27 пробно высадили даже первый сегодня томат на посадочный день тоже был вот так пока не подвязываем они пока еще крепенько стоят на ногах а уже следующий раз приедем если они тут нормально прижились и все будем подвязывать тут пока у нас немного песка и мелкого щебня и отсева даже гравина тут уже скоро сольется в одну кучу но это осталось много чего осталось еще от старой стройки с этим старым навесом надо тоже пока бороться но стоит пока укрывает от дождя всякий хлам там сбрасываем пока что жалко и выкинуть и вот вот такая небольшая экскурсия и теперь тут у нас я уже показывал по моему тут у нас небольшой запас дровишек и вот то что я называл тут вот это будущая закладка будет компоста 56 мешочков тут заложим прольем пеплом пересыпем опять прольем и так будем добавлять добавлять будет перегнивать уже на следующий сезон готовим вот вот такая экскурсия у у нас по юбилейному десятому трехдневному выезду на дачу мечты в кому понравилось ставьте лайки пишите в комментариях как у вас начинается сезон сезон посадки картошки уже правда заканчивается уже начался сезон высадки рассады помидоры перец и уже некоторые уже и огурчики сеют так что пишите как у вашей местности в ваших широтах как рано все садится высеивается интересно узнать то и даже не просто для интереса и для обмена опытом пишите побольше в комментариях не забывайте конечно самое главное чтобы был стимул и наши видео продвигались и наш канал становился все более обширным и популярным побольше ставьте лайков не забывайте об этом это поддерживает и стимулирует ну и так смотри мы с вами еще и до доживем до популярности канала нашего и дай бог до 1 тысячи дорастем до сотни мы уже доросли уже насколько я знаю на сегодня нас больше ста тридцати это ваша заслуга вот такая наша простая скромная некоммерческая дача мечты а там посмотрим а вдруг она будет приносить и какую-то прибыль если человек не стремится к прибыли тогда зачем к чему-то стремиться главное в наше время это мирное небо крепкое здоровье веселые дети сытые и внуки ну и приятный отдых души и тела на даче своего рода я говорю маме мама смеется фитнес это своего рода фитнес и спина гудит но зато потом приятно когда отходишь дома уже после трудовой такой практики после трудовой аэробики даже я иногда смеюсь вот тут у нас пробивается даже сливка упала видно может когда-то отхожу да еще мы там высадили вдоль дороги вот у нас пионы с таким расчетом что между ними еще есть расстояние между ними будем постепенно высаживать какие-то деревца и вот уже орешек между первыми двумя пионами орешек соседи пахали и выкорчевали где-то случайно проросший занесшийся на огород орех мы его высадили вот вот теперь уже точно буду закругляться такие у нас вроде бы ничего не упустил все-таки три дня работали и еще раз давайте поддержим наш юбилейный выпуск огромным количеством лайков и вашими активными ну конечно желательно позитивными но если будете меня за что-то ругать я конечно же стерплю потому как я не такой уж профессионал любитель садовод огородник как ну большинство из смотрящих наверное и специалистов конечно критиковать здесь есть что но мы стремимся так чтобы не было стыдно людям показать как говорится вот у нас соседи и даже гости к соседям приезжают проходят мимо ну смотрят желательно чтобы хотя бы за это не было стыдно ну пока хвалят вроде не знаю как вы наши зрители подписчики и слушатели ну стараемся по крайней мере и движемся все время вперед на прощание хочу поблагодарить вас за вашу поддержку за то что вы подписались на наш канал кто еще не подписан ждем вас всегда рады за вашу активность конечно и хочется пожелать всем хороших урожаев ну и буду повторять тысячу раз крепкого здоровья мирного неба счастья любви и успехов в нашем ну скажем веселом рад нам и не совсем легком труде таком потому как эта вся красота урожай и достаток не так уж и легко дается но зато потом уже хочется на когда до саживали эту грядочку картофельную уже хотелось бросить и ехать домой а потом глянешь как она после особенно когда заволочил ровно красиво уже думаешь ну все еще на одну ночку останемся за ночуем и справимся уже с этим и таким образом мы не не жалеем что мы остались мамулей считайте три дня и две ночи мы здесь провели на нашем юбилейном десятом выезде на нашу дачу мечты все успехов всем урожаев здоровья мира и добра все пока счастливо дважды уже попрощался с вами ну ничего все удачи субтитры сделал DimaTorzok